В день жен Мироносец на Святой Земле торжественно совершили богослужение в храме Гроба Господня. Именно туда много лет назад и пришли ученицы Христа, чтобы помазать тело распятого Спасителя благовонным маслом и проститься с ним. Однако вместо этого жены Мироносецы первыми узнали о воскресении Господа. В праздничной ночной службе в Иерусалиме приняли участие сразу 12 архиереев из Казахстана и острова Крит, руководитель русской духовной миссии Гумен Феофан Лукьянов и духовенство Иерусалимской Патриархии. Жены Мироносец вспоминают и чествуют ежегодно в третье воскресение после Пасхи. Согласно Евангелию, именно эти женщины следовали за Иисусом Христом при его земной жизни, не покидали его во время крестных страданий, участвовали и в погребении. А на третий день пришли ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа благовонным маслом и стали первыми свидетелями воскресения Спасителя. С давних времен День Жен Мироносец считается праздником каждой православной христианки. В православной церкви мы особо не почитаем 8 марта, поэтому сегодня есть возможность поздравить всех православных женщин с этим праздником и пожелать, чтобы каждая женщина была послушной ученицей Христовой и также как Жены Мироносецы принесла свой дар распятому воскресшему Спасителю, дар милости, дар терпения, дар кротости. В подлинный международный женский день в Храме Гроба Господня собрались сотни паломников, преимущественно женщины, приехавшие из разных уголков земли. Состав духовенства был тоже необычен. Божественную литургию совершали сразу 14 архиереев. От Иерусалимской церкви служил архиепископ Авилонский Дорофей, а также 11 архиереев из Казахстана, один из Барнаула и еще один с острова Крит. Вместе с ними молитву совершали клирики Святогробского братства и руководители русской духовной миссии в Иерусалиме Игумен Феофан Лукьянов. Несмотря на то, что богослужение проходило ночью, в храме, можно сказать, не было свободного места. «Слезы на глазах. Многие святые мечтали попасть на сию землю. И вот мы, грешные, тоже сподобились всего великого таинства. Сердце переполнено. Не веришь и своему сердцу, и своим устам, и своим глазам, что ты ходишь по стопам Христа». Интересно, что в женский день жен Мироносец принято вспоминать и двух мужчин. Это Иосиф Аримафийский и Никодим, тайные ученики Христа, которые участвовали в его погребении. Они также, как и семь жен Мироносец, были верны спасителю до последнего. Евгения Бестужева, Владимир Жаров, Иерусалим, Православный телеканал «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова